всем привет друзья с вами мама в общем рад для вас анонсировать супер крутой топ топ 24 самых жестких бравлера и давайте приступим к нему но прежде чем мы это сделаем я вам расскажу о чем же именно этот топ топ этот будет заключаться в том что мы проверим кто больше всего наносит урона а к по какому принципу ну допустим шели просто заходим в упор даем один выстрел и даем ульту подсчитываем суммарный урон и посмотрим на каком будет она месте а кто ребята займет 1 2 3 4 и так далее я вас уверяю вы не угадайте я думал что все танки заберут призовые места ну как же я ошибался так что попробуйте проверить свою интуицию напишите кто же возьмет топ-1 топ-2 и топ-3 самых крутых места так что еще ребята я хотел сказать что я очень долго старался над этим роликом так что обязательно зацените его если он вам понравится не забудьте поставить лайк и подпишитесь на канал потому что такой гоноты будет еще больше в общем погнали начнем мы конечно с сапов почему в принципе я думаю отвечать здесь нет смысла 24 место это пока чтобы вы понимали его суммарный урон будет всего лишь 924 и поэтому он занимает самое низкое место в этом топе хилка его урон не наносит так что погнали дальше это джин джин здесь тоже в принципе все понятно раньше его ульта давала урон теперь не дает теперь только атака 1400 и все на этом 1400 суммарный урон погнали дальше следующем у нас будет ли он очень мощный персонаж но его суммарный урон ульта как вы понимаете урон не дает а вот 4 сурикена всего лишь сносят 2462 погнали дальше это мортис у мортиса суммарный урон 2520 то есть один прыжок одна ульта а потом уже даешь по тапкам погнали дальше у нас пенни следующая пенни и и суммарный урон 2856 это обычный выстрел и одно ядро из мортирки ну в общем по не крутой персонаж но суммарный урон так себе погнали дальше ребята это тоже крутой персонаж это pm и и суммарный урон будет 2976 а хилка и и конечно урон не наносит так что здесь все очевидно почему она так низко хилочку поставили едем дальше следующий у нас дэрил его суммарный урон будет 3696 и в принципе неплохой урон но не столь высокий как будут ребята дальше один выстрел и ульта в принципе на этом все погнали дальше по поводу пайпер я просто выбрал максимальную дистанцию и разочек отпрыгнул но попала всего одна банка ее суммарный урон получился 3816 следующий у нас бык если бы попал больше банок то бык был бы раньше чем пайпер но что есть то есть 2 800 плюс ульта и его суммарный урон 3920 теперь эль прима эль прима почти рядом с быком его суммарный урон 3936 и это с учетом того что его суперка оставляет огонь то есть мы ее тоже почитали почитали сколько оставляет хп дальше у нас ребята тара здесь уже было потяжелее выбрать и почему именно так но в общем это мое видение в общем пока она блин дед дед перепил и лезет на нас ладно песик фас но все чертик убежал за ним давайте теперь теперь замутим в общем даю одну тыку потом накапливаю на ульт и подсчитываем сколько еще чертик успеть дать ударов пока не умрет кидаем ульт и вот она вот она ульта чертик бьет и в общем суммарный урон у меня получился 4316 4316 погнали дальше это не то не то почти рядом старый так что они на равных и и суммарный урон ребята получился у меня 4396 и в общем просто кинул мишку и подождал пока конечно эль прима может отходить но бывает ситуация когда мишка поджимает отходить некуда и поэтому таким способом подсчитывал урон следующий у нас фрэнк у фрэнка 4704 урона получилось собрали душу дали одну тыку и одну ульту в принципе здесь все понятно погнали дальше спайк ребята постарался ударить так чтобы попасть сразу тремя колючками у меня это получилось и закинул ульту проверив сколько она тык нанесет общий урон у меня получился 4816 чуть больше чем у фрэнка чтобы вы понимали но на это время больше надо так что едем дальше следующий у нас уже джесси у джесси ребята суммарный урон пока сломает ее турельку именно эль према получилось 4844 конечно нюансы разные бывают там можно турельку хилить все дела но примерный тест будет таковым дальше у нас дина ребята 4928 хп наносит он со своей шашки и со своей кастрюльки в общем едем дальше уже подходим ребята к финальным финальным персонажем следующий у нас кровь и он реально крутой урон выдал я просто в шоке был выберем самую лучшую позицию это упор когда он попадает репера и когда у нее шанс прыгнуть два раза прям с упора в общем суммарный урон получилось пять тысяч девятьсот семьдесят восемь погнали дальше и ребята это шели я думал что шели будет топ-1 но как же я ошибался и и суммарный урон получится 6132 в принципе здесь подбираем самые грамотные условия это в упор такие часто ситуации бывают в реальной игре так что в принципе эти цифры реальны погнали дальше и хотите верьте хотите нет убо такой же урон получился как у шели но единственно нам пришлось минки перезаписать потому что случайно подвигался эль према и поэтому нужно было кинуть честно чтобы просто кидаю сколько попадает столько попадает в общем суммарный урон такой же как и ушели 6132 а вот барли барли меня реально удивил и это просто жесть его суммарный урон получился 6664 и это все почему потому что мы проверяем на персонажа который не будет двигаться а сами понимаете ульта у него очень долго работает если оставаться постоянно под ней то ты просто сгоришь в общем погнали дальше и это уже карл карл в топе это офигеть у него суммарный урон получилось 7392 это просто жесть ребята поставьте прямо сейчас видосик на паузу попробуйте отгадать кто же будет самым главным финалистом кто же будет чемпионом следующий у нас это кольт его суммарный урон получился семь тысяч пятьсот шестьдесят и в принципе это было логично потому что его очереди очень жесткие они могут разнести любого танка если попасть прям всей очередью в общем как то так и подходим к серебряному призеру ребята это у нас брок я не ожидал что он такой урон выдаст но он выдал 8346 во-первых это огонь который постоянно жгет мы здесь перезаписывали потому что нужно было под огнем стоять чтобы был в подсчет честным вот он огонь потом полный хилл даю ульту и просто жесть столько урона наносит брок и он реально жесткий если попасть целую ультой то это будет очень больно и самый самый жесткий это рикошет я клянусь не мог подумать что это именно он будет у него урон суммарно ребята просто вдумайтесь цифры вышел восемь тысяч с половиной это просто жесть я думал что танки заберут топ но ни один из танков не попал даже в топ-5 конечно карл это в принципе можно сказать танк но но я имею ввиду ребята всех старых это шели бык прима в общем вот он чемпион и на самом деле очень интересно было затестить я когда сидел все это думал но типа записывать или нет я думаю да блин да чё такого очевидно же кто будет первое место занимать это все понятно я думаю это ребятам не будет интересно но я короче заморочился сел затестили вместе с лизой все эти уроны и я привел таблицу в порядок выстроил ее и просто офигел вот он топ ребята если вам интересно если вы забыли про него то обязательно можете чекнуть по порядку снизу кто же самый сильный дамагер к верху в общем это было реально прикольно и если вы хотя бы узнали хотя бы одного из первой четверки то вы реально молодцы потому что я честно говоря не мог предположить эту тему я вообще не думал что барли сможет нанести столько урона это было реально жестко но в общем если вам видосик понравился то ставьте лайк если соберем много лайков то я обязательно еще замучу что-нибудь интересное в таком формате и и не забывайте подписываться на канал в общем с вами была мама всем удачи ребята и всем пока и и и и и и и и и Продолжение следует...